Девушки отдыхают И второй вопрос, как вообще по ходу чемпионата в сегодняшнем игровом дне тебе выступление GoodSend? По поводу длины оставлю вопрос открытым, слишком он важен, чтобы вот так вот на него брать и отвечать. По поводу выступления команды GoodSend, ребята сегодня реально молодцы. Мы увидели наконец-то игру этих парней, которая соответствует вот тому багажу опыта, который у них действительно есть за плечами. Я на Кобле вот сильно сомневался, я прямо думал, что сейчас вот опять это магия Пронекса, и он никуда не сможет выйти. Раунды не будут работать, ну из-за того, что шведы со шведами шпилят, как бы скандинавы. Но в итоге как-то вот, не знаю, проперлись и могут взять сейчас реванш у HellRaisers. А самое замечательное во всей сложившейся ситуации для GoodSend, они будут брать этот реванш в гранд-финале минор-чемпионата. Они обеспечили себе путевку, опять же, путевку на главной отборочной. В эфире и Лекро защищает точку А. Неплохое начало от GoodSend, уже два минуса идет, но HellRaisers, в принципе, настроены серьезно и окружают этот план. Вопрос, или успеют подоспеть хелпа от GoodSend? В меньшинстве, в принципе, сейчас на планете в любом случае окажется HellRaisers. Подрезает, как видим, Джаспер. Ой-ой-ой. Ну, сразу разобрались. По-моему, знаешь, что-то немножко подвстали на месте, а Шерри в попытке перестрелять своих соперников и сразу пауза вылетает. Да, небольшая проблема просто была в том, что сразу же два минуса получила наша команда и не успела занять самые ключевые точки. Но там уже, как мы сказали, подоспела все-таки хелпа, помощь от своих тиммейтов у GoodSend. Ну, на этом закончилась атака от HellRaisers. Видим, что наши парни начинают за атаку на этой карте. Это значит, что GoodSend выбрали на пике своего соперника именно сторону защиты. Что, в принципе, неудивительно. Мы уже не один раз отмечали, что, хотя все-таки сторона атаки на Cobblestone немного более лучше, да? Но, на самом деле, вот про сторону, если говорить, то тут вообще от стиля команды все зависит. На самом-то деле, реально карта самая сбалансированная. Ну, серьезно, они вот, что в миксах, что в официальных играх, щита бывают определенно разные. Всегда есть, по большому счету, зеркальный стиль игры. Тут и атака может выигрывать, и защита, как бы. Ну, GoodSend поудобнее, конечно, начинать с защиты. Это, очевидно, по многим, как бы, причинам. Опять же, свои прошлые Cobblestone также любят играть в защите. Но, вот по пику, знаешь, я так до конца не разобрался. GoodSend это пик или HellRaisers? Потому что карта, она 50 на 50. Это пик HellRaisers, как раз. Да, они точно так же вчера в своей встрече против GoodSend тоже пикали Cobblestone. И тогда очень уверенно сыграли именно за сторону защиты, взяв 12 раундов аж. Но GoodSend, в принципе, до последнего оборолись. Вот система непонятная карта выбирается, и кто пикает в сторону? Твой соперник. Твой соперник. На твоем пике пикает в сторону соперник, соответственно, выбирает. А на третьей ножи. Это вот тут в чате нам тут объясняет человек с ником, слово из четырех букв, самка женского пола, матерное слово, РАЖБ. Вот такой вот ник у нашего зрителя. Так, ну здесь 1-0, и попытка сейчас будет слива в дропе. Реально попытка слива. Ну, почти успешно здесь открылись, опять же. С дропа плотное попадание по Джасперу, но все, что здесь могут Хелл Рейзерс, это чуть-чуть потерпеть, выиграть время для тиммейтов. Ну, вообще ничего не получается здесь. Ну, JV, конечно, с детства держит такую точку, как дропрум, и поэтому Хелл Рейзерс будет здесь немножко тяжелее работать против именно конкретно этого парня. Поэтому посмотрим, как они собираются его обезвредить. Пока что это было безрезультативно. Потому что убил одного, он просто убежал. Капитан Дера вчерашнего дня. Сегодня, кстати, собрался, сегодня красавчик. Опять же, вот другой день, другая игра, пределы ответственности, в принципе, пройдены. И осталось только наслаждаться процессом. Опять же, 30 тысяч долларов на кону в этом матче. Хелл Рейзерс и Го Цент уже получили путевки на главную квалификацию к мейджор-чемпионату. Квалификация сама по себе уже как мейджор-чемпионат будет. Ну и, собственно говоря, 2-0. Смотрим на экономику и там, по-моему, еще один сливчик. Да, там 2-9. Вообще никого не поубивали практически вот на эко. Всего лишь два фрага вообще сейчас у Хелл Рейзерс. Плохо начинают, плохо начинают. Напомним тем временем, что и Го Цент, и Хелл Рейзерс уже получили путевки на закрытую квалификацию к мейджор-чемпионату. И там их будут ожидать уже такие коллективы, как Envious, Face, G2, Mousesports, Dignitas. В общем, там действительно уйма коллективов топовых, с которыми будет очень тяжело сражаться. Друзья, это главная мясорубка вообще всей зимы будет. И, по идее, сам мейджор, возможно, даже не будет по накалу и интриги такой невероятной. Хотя посмотрим на матчи, посмотрим на матчи и на команды. Что ж, попытка прохода длины. Вообще отлично в Молотов побежало сразу 2-3 человека. Один вышел, два испугались. Сразу видно, что уровень взаимодействия пока еще не налажен. А возможно, просто на экраунде ребята не парятся. Что ж, забирают всех. Минус 4 от флюшек. Кстати, на фармил он очень-очень много. И у него уже 8800 к первому оружейному раунду. Это значит, что, скорее всего, скорее всего, он может... Ну, вот как-то не слишком хотят, посмотри, готовятся ребятки. То есть, вот сент к оружейному от HellRaisers. Самоуверенное решение, самоуверенное. Ну, может не бояться, может просто не переживают за то, что отдадут один раунд. Потом денег все равно хватит на закупку. Но в их ситуации, для их стиля, здесь лучше, конечно, набрать количество раундов сразу. Особенно необходимое пока получается. Хотя бы на десяточку попытаться выйти. Так, нет ВП фармгана 2. Один Кольт. Второй, так, вернее, одна Эска. Один М4А4. Один Юрий Терещенко пришел сюда, сел на стул и начал говорить прямо сейчас. Эй! 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 Всем привет! Сори, братва, опоздал немножко. Действительно. Играет воскресные пробки. Воскресный контрстрайк ожидает нас. Православные хэдшоты от Ангела. Стика также забирает Шнейдера и уже 3 в 5. Ну, бодро начинают Ашеры на своем оружейном. Правда, надо этот раунд еще довести до логического завершения. Есть минус от Живи. Красиво выключает. Ну, проблема здесь возникать уже не должна. Осталось только арда давить. Ну, и Годсэнд сейчас оставляют одного флюшу. Опять же. Но посмотрите, что в руках у флюши. Вот если бы он тратил деньги на АВП, тут можно было бы поспорить насчет исхода раунда. Но со скаутом в руках он выглядит как... Как не знаю, как строитель с лопатой. Вот просто стоит и погибает. Все. Сейв. Кстати, вот если сравнивать вчерашнюю зарубу HellRaisers против Годсэнд на карте Кобблстоун, то у Ашеров, ну, начало получаться все аж с седьмого раунда в атаке. До этого проигрывали со счетом 7-0. На этом Кобблстоуне, в этом гранд-финале Ашеры начинают действовать гораздо раньше. И это, ну, пока что еще ни о чем не говорит. Но, тем не менее, первый раунд им достанется гораздо быстрее. Возможно, ну, на этот раз в атаке они заберут больше, чем шесть. Ну, кстати, да. Да, кстати, да. Ну, плюс вчерашний опыт. Вообще, знаете, Годсэнд очень сильно устали сегодня. Опять же, у них матч ключевой, решающий с командой Эпсилон, ну, вообще не задался. Как бы все висело, возможно, с какой-то стороны на волоске. С другой стороны, если посмотреть, то сыграли в уверенный свой кейс. Но устали, это видно. Видно пока по игре. Так, Леха забирает первого. Сразу размен. Потрясающе. И реактивно Дэдфокс. Разменивается его, понятно, или это не Дэдфокс был? Мне просто не видно правый верхний угол экрана, потому что там лампа светит. Пока вот из всех игроков команды Хеврайзерс мы не видели только одного. И это проникновение Бондика. Проникновение Бондика пока еще не было. Не состоялось. Мое проникновение, опять же, Влад, игрок, который любит выступать в защите чуть-чуть лучше, чем в атаке. Поэтому, ну, или аура у него такая. Поэтому ждем, ждем. Бондик со спины, Бондик в спине. Бондислав прошел сзади. Это все впереди, друзья. А Бондик на Бондике это самое главное, чего мы ждем. Бондик на Бондике это да. Но теперь он еще и мансуется на Бондике, поэтому, знаешь, он расширил географию своих действий. Кирилл Карасев начинает, опять-таки же, хорошо для своей команды в этом раунде. Кого он там убил? Джастера? Минус GV в дропруме. Правда, Шнейдер отвечает молниеносно. И ашеры вывалятся на базу боя. Но, опять-таки же, Шнейдер работает просто великолепно. Ну, да, с ним стреляться нельзя. И, в принципе... А вот и Бондик. Забыли про этот момент. Ну, Бондик сыграл 2 в 2. Опять же, ситуация все равно очень опасная. Линейный выход от Хелл Рейзерса будут доигрывать Дэд Фокс. И понимают, что на базе боя два игрока защиты. И посмотри, как четко меняют позиции. Ашеры будут пытаться менять вектор атаки и устанавливать бомбу на базе А. Ну, у них информации еще из-под Апланта не было. Они вот очень долго принимают решение, бежать или нет. И только спустя несколько секунд, собственно говоря, побежали. Ну, на самом деле, боялись, что человек один какой-то в дропе останется. И попробуют продемонстрировать нам что-то вроде безопасного выхода. По идее, для них сейчас все должно быть логично в плане их координации. Так как они уже должны понимать, что сзади могли зайти игроки. А если это шведы, то точно там какой-нибудь бежит капитан спина. Ну, и один игрок остается на бэ в случае резкого выпада с дропрума. Ну, и вот Хелл Рейзерс за отсутствие информации, опять же, по карте теряют очень много времени. Это дает возможность игрокам коллектива Гоцент подойти на очень пикантные позиции для выбивания. И вот сейчас будет самое интересное. Ну, вот будут ли Ашеры ожидать игрока со спины, это основной вопрос на этот раунд. Вот если удастся Шнейдеру, опять-таки же, навредить Ашерам максимально, то с экономикой будет у наших парней все очень плохо. Они еще и вдвоем в плунте внутри. Красавцы, красавчики. Вот, кстати, интересно, чем же закончится эта ситуация. Вот смотрел сегодняшнее выбивание команды Гоцент, и парни, вот знаешь, никуда не торопясь, забирают раунды налегке. Итак, Бонтик один против двоих. Попытка устроить очередное проникновение. Влада хватает только на одного. Ох уж этот Шнейдер. Шнейдер. Жесткий. Вот с него все начиналось. После опен-фрага от Красева Шнейдер ответил двумя. И именно Шнейдер забирает последнего Бондика, и именно он минирует бомбу. Ну что же, не без проблем, но Гоцент все же забирает раунд защите, не давая... Блин, что я... Что ты? Что я? Что ты? Блинов поел с утра. Блинов, походу, реально объелся. Короче, не дают они Ашерам взять серию раундов, и опять-таки же у Ашеров с деньгами все очень плохо. Тем не менее, на закупку хватает, и Ашерчики в очередной раз постараются перевернуть ситуацию на карте Кобболстон и уронить шведскую экономику. 4-1. 4-1. Ну вот все хорошо начиналось, реально, если отмечать действия HellRaisers, и, знаешь, вот ситуацию понятную сыграли, опять же, исходя из того, что испугались, не понимая информации. Вот поэтому надо оставлять одного на А, чтобы он там шел как крот просто и собирал инфу. Что ж, Флюша и Фармган в его руках. Флюша будет, опять же, изолироваться смоком. Попытался уйти. Ушел, но ушел красиво, это стоит отметить. Не без боя. Я бы сказал, не Снекс. Вот Снекс на этой позиции с этим же девайсом действует в разы увереннее, разваливает по три, по два минимум соперника. Тут же капитан дыра. Ну, тут что-то может получиться. Подожди, а вот и капитан дыра. Отлично. Так, подожди, вот позиция Шнейдера для Ховрейзерс пока что остается без какого-либо ведома. И Шнейдер косит Стика и Бондика. Как же так, парни? Кирилл Карасев один против двоих. Лекра надо забирать. Знаешь, такое ощущение... О-о-о-о! Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот неожиданная позиция, согласись. Но не каждый раз ты будешь попадать вот так вот в девяточку, выходя из машины. Не понимал он, как стоит шведский. Супер игрок. Ну, которому теперь, правда, предстоит реально доказывать, что он крутой. Но это уже все будет на главном отборочном. Сейчас он хочет просто выиграть 30 тысяч. Ну, видишь, плохо все для Ашаров складывается. Проиграли два раунда подряд, остались без денег и вынуждены проводить раунд на пистолетах. А вот для Гоцента отличный шанс, ну, хоть как-то устаканить свою экономику, поднять ее на новый уровень и действовать более уверенно. В сегодняшнем матче в защите на карте Коббол Стоун, нежели вчера. Ну, вот, знаешь, пока, пока они очень долго будут подходить к оптимальному взаимодействию. Но стоит выделить, наверное, что все-таки команда, которая проходила сегодня по официальным матчам, это Гоцента, она разыграна намного более серьезно, чем команда HellRaisers, которая, ну, которая, возможно, не была полноценной тренировки перед этим матчем. Ну, согласись, заруба против Эпсилон выдалась для Гоцента не такой уж и простой, и шведы потратили тоже достаточно сил. То есть ситуация всегда, ну, имеет две стороны медали. Одни не разыгрались, не ощутив на себе действительно боевых условий, вторые потратили много сил, добравшись до этого гранд-финала. Ну, да, ну, шведы и гранд-финалы, и хладнокровность, она никуда не пропадает. Дизмораль была вчера, сегодня, парни, и хорошее настроение после победы над Эпсилон. Что ж, Бондик и отличная и уверенная игра на П-250, возможный в перспективе второй фраг, ну, почти капитана, почти забрал. 25 оставил, не спросил, сколько хп, но попал плотно, 6-1, 5 раундов разница. Самое время браться, опять же, вот мы по вчерашнему примеру помним, там, да, 7-1, 7-0, вот. Такой где-то примерно счет заставил. 7-0, и после этого Ашеры набрали, по-моему, 5 подряд. Да, заставляет уже, как бы, просыпаться и играть более эффективно. И вспомни, как действовали Ашеры, когда набирали раунды. Они просто ходили на базу Б. Контактный выход, выход под раскидочку, выход на последних секундах. Ну, все это было на базу Б. Ну, вот у Гоцент тоже выводы есть, они сразу отправляются четверкой на Б, понимая, что сегодня может быть так же, как вчера. Но у Хелл Рейзерс план другой. И вот если бы они сейчас играли быстро по Да, я бы сразу просто сказал, что вот раунд будет за ними, но они не понимают, как выходить. Так, ловушка в драпе есть. Смотри, подготовили карту Гоцент под себя уже на все 100, и два человека убегают на А. Поворот, друзья, поворот. Три человека против четырех, ожидается перестрелка под точкой А, и Стика! Ну, тут больше GV промазал, тем не менее, со второй попытки Стика забирает. Просто как Кенгуру начал прыгать, вместо того, чтобы сыграть аккуратно. И четыре в четыре на Апленте, есть первый минус фольжер Хелл Рейзерс, но надо проходить, но инициативу готовится проявить Шнейдер. Кстати, мы неплохо посмотрели все интересные моменты. Дэд Фокс и компания 4 минуса, а мы смотрим за Шнейдером. И, возможно, не зря. Хотя нет. Ну, возможно, возможно, но не сегодня. Опять же, Пронокса ж нет, Пронокса не подскажет, Пронокса убили. Что ж, друзья, как бы четыре раунда разницы, и Хелл Рейзерс просыпаются, просыпаются потихонечку. Вчера была абсолютно такая же ситуация, правда, вот Стика здесь сегодня совсем не торт. 1-2-8 пока, что его статистика 2-1-6-0, Дэд Фокс. Карабкается в середине, ну, там есть заслуги. Ну, кстати, у Дэд Фокса был один фраг до окончания этого раунда, так что вместе со Стика пребывал на одном уровне, но потом подтянулся. Итак, что у шведов по закупке? Последние денежки. Есть три кольта, есть Фамас, есть ЦЗшка. По раскидке все очень плохо, и Ашарам в этом раунде, вот знаешь, торопиться не стоит. И они это прекрасно понимают. Да, отлично считается экономика, опять же, не в первый раз, не в первый раз в бою. Так, Лекра. Ну, что ж, вот непонятно, будет ли он Аркадийц. Знаешь, вот глядя на позиции Гоцент, особенно на Шнейдера, я вообще в шоке с его стрельбы, если честно. За этот чемпионат это, по-моему, самый, наверное, эффективный привет я делаю именно с три в раунде. Ну, да. Ронекс, возьми меня в команду, обратно и мы будем творить чудеса. Ну, подожди, ты вот тоже забегаешь вперед, ведь тут нет действительно серьезных тир-2, тир-1 команд, и с такими командами у Шнейдера действительно получается. Как будут обстоять дела с более именитыми составами, вот тут вопрос к Шнейдеру. Итак. Ключевая ситуация, поздравляем Стика с фрагом, три в два размена, выпад с дропрума, Флюша последний. И посмотри, все тот же Шнейдер, все тот же Шнейдер делает два минуса. Он делает вообще супер грязь сейчас, и Флюша еще имеет просто, ну, невероятную удобную ситуацию. Его никто не ждет, но чуть-чуть, чуть-чуть подлажал он с пистолетом, ай-яй-яй, но попал жестко тоже и в Дэдфокса, 6-3, несмотря на все усилия команды Гоцент. Три раунда разницы и минус деньги. Ну, молодцы Ашеры свамили шведскую экономику, заставили Гоцент сливать, и это отличный шанс сравнять счет в этом матче и, действительно, первую половину вообще отжать свою пользу. Кстати, на этот раз Коблстон выбрал кто? Ашеры? Хелл Рейзерс, да. Пик Хелл Рейзерс, в сторону защиты выбрали Гоцент, и не зря, пока не зря. А что дальше мы будем смотреть? А дальше это к аналитику. Хочешь с нами, можешь комментировать. Мираж, да? Миражик, вот это да. И третий кэш, ой-ой-ой. Вообще другой мапул. Ой-ой-ой, да. Без долгих карт и в перспективе, друзья, то, что мы хотели увидеть вчера, увидим сегодня, а вдвойне круто, что это гранд-финал. За 30 тысяч. Опять же, напомню вам, что обе команду уже взяли слот на главной отборочной к мейджору, который будет уже этой зимой. Оу! Пощупал Бондик здесь своего Джей Вишечку. Прощупал даже, насквозь прощупал. Вот, знаешь, плохо Бондик начинал. Вот как раз-таки с момента моего подключения к этой трансляции у Влада. Ну, все совсем по-другому складывается. Бондик раз за разом делает ключевые минуса для команды Хеврейзер. И действительно, ну, уже 4 раунда в первой половине это более чем достаточно. Но, опять-таки же, на этом Ашерам останавливаться точно не стоит. Так, ну и вот, глядя на эту закупку, опять-таки же, ну, Ашеры должны доминировать и в этом раунде. Главное не допускать ошибок. У Джей Виш, Максим... Главное угадать, где стоит Пронекс в данной ситуации для Хеврейзер. У нас это оптимальное было бы решение. Они знают. Они знают, но Пронекс пытается... Вот сегодня он уже играет и на Бэй. Ну, а просто красавчик, но все равно умирает от Ангела. Дыры открывались в разных частях карты Кобблстоун. Да-да-да, это плавающая дыра. Вот, да, вчера это была стабильная дыра на зелени. Сегодня эта дыра плавает по всей карте Кобблстоун. Так, мы в очень тяжелой ситуации в перспективе ожидают Хеврейзер. Апдаун, апдаун. О, тот, тот, тот. Шнейдера пытаются найти, и он по ним... Все, это плохо. Шнейдер уже чувствует. Чувствует, куда стрелять. Почему ему так везет, я не понимаю. Так, подожди. Дэдфокс один против двоих. Флюша и Пронекс. Ну, вот, если не считать как раз-таки капитана и забрать Флюшу, то... Я надеюсь, сегодня Ангел не брился с утра наголо. Так, Пронекс. Ай-яй-яй, какая боль. 28% здоровья остается у Дэдфокса. Красный, но опасный мертвый лис. Но шведы играют максимально аккуратно и, опять-таки же, делают все правильно. Отдают инициативу в руки Дэдфокса. Говорят, парень, у тебя бомба, тебе надо ее поставить. Давай-ка ты, наверное, лучше к нам в гости заходи, а мы с тобой стреляться будем невозможно. Опять же, да, два в одного. Здесь все четко понимали шведы и понимали, что делать в этой ситуации. Мигрирующая дыра. Она просто вот везде. Пришел, отдался. Вропрум. Опять же, закончилось все взятым раундом. Это цель. Это цель. Пока 7-4. Ну, вчера Диффенс тоже был вот у Гоцент такой, знаешь, интересный, интригующий. Борьба до последнего. Но, опять же, набрали малость. Сегодня у них в перспективе, может, будет очень много раундов. Но пока они еще могут, да, действительно, 1-4 закончить. По деньгам все равно все плохо, несмотря на то, что отыграли два в одного в свою пользу. Всего лишь три раунда, опять же, разделяют здесь. На самом деле, один раунд до падения экономики. Вот это, я бы на этом, об этом думал сейчас на месте Гоцент. Потому что сейчас сыграют небезопасно. И все, пиши пропал. А первую половину можно будет считать не особо успешной. Ну, на самом деле, прошлый раунд был точно такой же. Просто Ашеры где-то немного поторопились. И этот динамичный выход на базу Б плохо закончился для нашей команды. Итак, Бондик в дропрупе GV находит и расправляется с ним без особых проблем. Не потеряв при этом ни капли здоровья. Так, очень... Ну, вот очень понимают. Понимают, что капитан, боже, попадает. Но капитан дыра никуда не делся. Размен залетает сразу же. Капитана хватает максимум на одного. То есть вот если сравнивать с Ангелом, то это... Что это за бешеный укоротитель Ашерчиков сейчас забежал на длину с UMP? Это уже, знаешь, тот самый момент безнадежности. Понимаешь, что в дропруме кап опять устроил дыру. Укротитель не сдержался. Укротитель побежал. Ну, знаешь, это какая-то межгалактическая дыра. Вот она действительно скоро будет и на карте Мираж. Мы ее видели на трейле, мы ее видели на Коблстоуне, и сегодня еще увидим на Мираже. Это выливая закупка у шведов, и они реально сейчас надеются и рассчитывают на то, что смогут что-то сделать с пистолетом. Вот, кстати, вспомнить такие раунды, и я просто выделю два варианта шведских команд с пистолетами. Команда Фнатек и команда Гоцент. Команда Фнатек берет такие раунды, команда Гоцент иногда. Ну, не хватает им здесь местами могущества и качества. Тем не менее, три дегла, одна СЗ, один по 250, все с арморами. Есть даже смачок и коктейль Молотова. Осталось только понять, как эти гранаты будут использовать шведы. Ну, и какую пользу принесут. А вот Ашер двигаются в направлении Аплента, пока что на базе у команды... Ой-ой-ой-ой, привет, Джей Ви! А вот Джей Ви говорит до свидания Кириллу Красивову. Не так-то просто оказалось действительно его пройти. Ну, Бондик должен уже четко по инфе действовать, правда. Опять же, позиция не позволяла сместиться сразу, и вот сейчас Хелл Рейзерс должны догадаться об укреплении. Ну, парно сыграли на уровне. Так, ну вот Джей Ви надо прочекать, это спокойно делает Бондислав. Ну, если бы он этого не сделал, то было бы как минимум странно. Так, Флюша пытается сделать то же самое, что и Джей Ви, но все, забрали Флюшу. Э, не забрали Флюшу! Вот это лол-лол! Флюшу побежал! Как отыграл! Должны понимать, где находится последний игрок команды Гудсен, хотя нет, Лекар не палился. Ну, Лекар не палился, но у него в руках дигл. Шансов, конечно, мало, но никто не отменяет его индивидуальных качеств. Привет, это коктейль Молотова. Ну, не полетел из дигла, теперь его точно поджидают с двух позиций. Так, ну все, есть инфа, что он уже за машиной. Ну и аккуратно разыгрывает опять же Дэдфокс. Бондик делает все максимально правильно. Да, перекрестный огонь, организованный ребятами с Хелл Рейзерс. Максимально усложняет задачу для Лекар, но опять-таки же, максимально опасен этот парень. Здесь главное то, что нет дефюз китов. И Лекар надо торопиться. Ай-яй-яй-яй-яй. А какая позиция была у Дэдфокса? Просто вот сел в угол. Четенько. 7-6. Сижу в углу, ржу не могу. А Шеры свой план на карту Кобблстоун, хотя бы по сравнению со вчерашней картой, ну, выполнили. Есть отличный шанс перевыполнить. Забрать еще два, и действительно шанс идеальный. На самом деле шанс, да, действительно. Экономический угол цен, главное не допустить ошибок и просто вот сделать то, что делали на протяжении всей первой половины. Сыграть уверенно. Ну вот сейчас увидим, закроют ли ребята из Хелл Рейзерс в этом раунде. Хотя проблем быть не должно, там Юспы, там даже нет прокида, то есть отвлекающих маневров мало будет. Единственное, что вот неожиданная агрессия может быть везде, по всем фронтам карты, но по идее все уже двигается в сторону Б-плунта. Так, А, решили не аркадить, но вот на этом здесь Гудсент, конечно, ошиблись, нужно было чуть рискнуть, может быть фраг бы нашли. Ну, в перспективе вот только сейчас они могут забрать Ангела, он знает о втором. Ну, нет. Это изи, это изи для Карасева. Для сравнения, да, Капитан Драй и Капитан Усы, кто круче, но тут без шансов. Ну, сколько настрелял Карасева в первой половине? Не, ну, по фрагам я согласен, да, но по достижениям не совсем. Ну, да, ты абсолютно прав. Так что... Но опять-таки же, мы же говорим на текущий момент... Ну, на текущий момент у Пронекса вообще все плохо, я подозреваю, что команда Гудсент... Кстати, вот так и до конца непонятно, что произойдется с Ватом. Фнатикам, скорее всего, да, да, там и три игрока, получается. Ну, да, а вот представь, как обидно Пронексу, переманил. Но не захотел играть с ним Кримс, да и на самом-то деле он вписался не очень хорошо. Вот Лекаро уже выступал в этом составе, выглядит он, ну, куда посвежее, например, того же Кримса, но... Но есть одно но. Может быть, Лекаро тоже такой же расстроен. Хотя у Лекаро... Лекаро не на что обижаться, он в любом бы случае проходил отборочный на этот мейджор, так что... Включая минор-квалификацию, так что здесь... Что мне кажется, что... Вопрос в подставе, что вот прям, прям, вот, прям... Так, а вот... Раз и поменяли. А вот и Кирилл Карасев, на этот раз тройной выпут от команды Гудсент. Пронекс взял с собой двух охранников. Выпут с оружиями, да, Кирилл с ним не справляется. Так, а вот Бондик работает-то просто великолепно. Снейдер. О, как сейчас здесь не повезло. Ну, и тут уже агрессия с юспом. С юспом действует. Ну, 8-7 все же. Тут, походу, к этому идет дело. Да, неплохо. Неплохо сыграли. На самом деле, если учесть тот факт, что они были не разогреты, возможно, и... Опять же, все развивалось по вчерашнему сценарию. Только почему-то на раунд лучше. Ну, реально. На раунд лучше получается. Ну, вчера шеры начинали со счета 7-0, грубо говоря. Сегодня, ну, действительно, все было более сбалансировано. Итак, 8-7. Минимальный перевес для Годсенд по итогам первой половины карты Кобблстоуна. И ашером в защите надо взять всего-то навсего 9 раундов. Но, опять-таки же, начинать надо с пистолетного. В противном случае у наших парней, в первую очередь, в психологическом плане будут проблемы. Пронокс и светоохрана. Не, ну, если Пронокс сейчас не проснется и не начнет что-то уже показывать в стрельбе. Хотя, на самом деле, не все так плохо. 6-11, рабочая ситуация. Ну, да. Капитан по-прежнему. Вот, знаешь, вот есть несколько примеров капитанов, которые, ну, действительно, отыгрывают вот именно с такой статистикой. Флипсайд. Правда, Блой тоже моментами зажигает. Но про Пронкса мы тоже не будем говорить плохо. Потому что видели этого парня и с 20-кой, и с 30-кой фрагов. Ну, всякое бывает, опять же, карьера у него просто двигается дальше. И в любом случае в карьере любого игрока наступают такие моменты, когда у вас спад. Ну, опять-таки же, матчи, когда у него 20-30, гораздо меньше, чем матчи, где у него там 6-7 фрагов. Тем не менее, опять-таки же, задача капитана невероятно важна. И с этой задачей Пронокс, по идее, справляется очень даже неплохо. Итак, ну, готовы уже начать вторую половину игроки. Вопрос один. Пистолетный раунд. Ну, из вчерашнего опыта, да и вообще по факту, помним, что берется пистолетка, и у Hellraiser все хорошо. Но, как бы, нормально начинают сразу же браться за игру. Не берется пистолетка, долго тянут. Здесь пистолетку лучше взять, так как отдав ее, они сразу же, ну, практически, да, 10-7. На три раунда будут отставать. Это может плохо отразиться. Плохо отразиться на происходящем на этой карте. Ну, стоит учитывать, да, что у GoCent там еще есть вот такая штука, как принцип. Потому что реванш надо выигрывать. Именно для этого эти матчи и существуют. Именно поэтому на этом чемпионате гранд-финал действительно зрелищный, а не как в прошлый раз. Ну, и 8-7, и это медленный раунд от шведов. Сразу видно, что капитан Пронокс решил все-таки поддаться стратегиям 90-х и немножко похолдить. Так, ну, посмотри, там на самом деле не то, чтобы хавдились, там какая-то карусель под база, а шеры пока что не ведутся, потому что позиции действительно дальние. А вот засада солидная в дропруме. И как раз-таки в гости к Шнейдеру отправляется. Зеро играет, ну, точнее, позиционно сыграл просто невероятно криво, а вот Шнейдер действует безупречно. Какие две интересные. Могучая шляпа повесил Шнейдер, но 3 в 4, еще жить можно, надо, правда, избавиться. Не-не-не, тут без шансов. Все зашли, успели уже. Тут Шнейдер сделал абсолютно все для своей команды в пистолетном раунде. Два минуса в дропруме. Игроки с Аплантом максимально быстро ротировались под базу Б. Тем временем Пронокс и компания зашли на пустую базу, установили бомбу. Ну, а Шнейдер продолжал громить ашеров в одиночку. Что вообще Шнейдер вытворяет просто в пистолетном раунде? Сумасшедшая какая-то, сумасшедшая стрельба реально от бывшего игрока команды Hellraiser, кстати. Да, ну вот с ашерами, ну, где-то, я не знаю, там очень такая сложная ситуация. Кстати, ситуация схожа с Оскаром, который находится сейчас в Моу Спортс. Что-то подобное происходило со Шнейдером в ашерах. Ну, то, что я слышал, это то, что он в один момент, в самый неудобный момент для команды пришел и сказал, а, я ухожу. Он сказал, я не хочу играть. Я не хочу играть, все, давай. Короче, 9-7, друзья, забудем о плохом. Гоцент пока что в этом матче ведут, и не забываем про то, что это реванш. Это для них хорошие новости, кстати. Ну, и один из важнейших раундов для этой команды. Они могут забрать здесь действительно львиную долю преимущества. И попытаться сыграть лучше, чем вчера. Отличный выход вообще по всем позициям. Вы знаешь, у Hellraiser столько стика готов в защите сегодня просто поглощать здесь всю атаку, которая куда бы ни пошла, он везде попадет. И так, два в одного. И, кстати, у Карасева есть реальные шансы. 5-7, но вот по позициям тут до конца непонятно. Приземляется на прицел к JV, и для Джаспера это вообще не проблема. 10-7. Остановили. Force by команды Hellraiser. Сейчас ребята из GodSend и будут продолжать набирать раунды в атаке. Слушай. Ну, вот это как раз-таки то, чего мы так боялись. Ошеры проиграли пистолетный раунд. Кстати, вот опять-таки же, если сравнивать два матча на карте Cobblestone, то во вчерашнем Ошеры пистолетку взяли невероятную. Ситуация 2-4. Там очень повезло. Разрулили. И вот что там шведы делали. Они вообще были сами не свои. Сегодня просто играет другая команда. Сегодня был просто Шнейдер, который вышел на бплэнт, снял две головы, и заставил... Вчера он просто разминался. Сегодня у него в гранд-финале все прекрасно. Выход на Б. Выход на Б. И Hellraiser, в принципе, тут находится вчетвером. У них есть шансы за какие-то фраги зацепиться. Как же не... Вот флешка была эпичная. Pronax отрывается просто за всю боль после провальной первой половины для него. Набивает еще себе в статистику пару фрагов. И у Hellraiser остается бон-дик. На бон-дик. На бон-дик. На бон-дик. Ну, в дроп-руме на этот раз, тем не менее. 11-7. Первый закупочный. И не будем забывать, опять же, ту самую экономическую подставу, которую Hellraiser будут испытывать в случае поражения в этом раунде. Да, дальше будет только хуже. Итак, надо Ашерам во что бы то ни стало забирать этот раунд. Потому что на своем пике оказаться в такой ситуации, ой, как неприятно. Хотя знаем, что Ашеры в какой-то момент, если смогут найти свою игру, нащупать этот диффенс, то могут действительно просто громить God's End и, ну, ни шансов им не оставлять. Вот вчера было по несколько раз, когда шведы в пятером падали за секунду. Ну, да, там 4 шведов в секунду и 3 было. Ну, вот, знаешь, поймать тяжело такой момент, опять же, против еще коллектива, который разыгрался, у коллектива, у которого еще зубок остался такой подточенный на тебя со вчера. Но 30 тысяч должны мотивировать, да и вообще победа должна мотивировать. По-хорошему, здесь уже драка за 15 идет. Потому что топ-2 на ваших экранах, второе место получают 15 и дерутся за вторую пятнашку. Ну и, наверное, посев, потому что первое-второе место, скорее всего, опять-таки же, на финальной квалификации тебе достанется соперник поудобнее. Это да. Вот у меня, знаешь, такой есть момент, не то, что даже предчувствую. Вот если бы HellRiders вчера не выиграли, мне кажется, они бы очень... Ну, они бы не прошли нижнюю сядку. Вот. Не знаю почему. Ну, не знаю. Мне вот так кажется. Просто вчера они реально брались за игру с таким, знаешь, вот прям голыми руками, с энтузиазмом, со всем творческим подходом. Какие раунды, черт возьми, брались. И сейчас вот этой вот искры в их игре не видно. Они реально, ну... Ты подожди. Сейчас тебе такую искру покажут в защите. Пока пытаются. Но ты посмотри, как горит Шнейдер. Вот как горит Шнейдер. Ты просто посмотри, как работает команда. Вот действительно, этот выход на базу Б, Шеры, ну, щелкали как орешки. Один за другим падали шведы и даже не понимали, как взаимодействуют вот эти связки на базе Б у команды HellRaisers. А там все было четко. Первый делает минус, второй моментально выходит и разменивает тиммейта. Даже не дает его в обиду. 11-8. Итак, надо брать второй раз, второй раунд подряд и Гоцентом, ну, уронять экономику. Ну, Б проверили. Туда не пошли в этом раунде. И Гоцент попробует осуществить атаку на А, на А. По-моему, там они играют по схеме. Да, пока что схема 1-4. Номер 5 у шведской команды. Это Шнейдер играет соло Б. Неудивительно. Ну, второй Олоф Мейстер появился просто сейчас. По идее. Вот старый раунд команды Фнатик мы видим. Только у Фнатика там Олоф Мейстер действовал. Ну, и аккуратненько попробует выкурить. Вместо того, чтобы уйти, Дэд Фокс играет сейчас действительно на волоске от гибели. Ему приходит тиммейт. Эту ситуацию, может быть, стабилизирует. Но пока, пока это все очень сомнительно. Вся эта конструкция выглядит вот как стол Айкеа. Сейчас сломается. Нет, почему? Вот смотри, тоже ротация очень грамотная по позициям. Уходят с рукава, отдают его. Зная, что там, походу, действительно большое скопление шведских игроков. Опять-таки же, отталкиваясь от информации по базе боя. Слушай, Шнеддер своим присутствием просто заставил трех игроков команды Hellraiser спрятаться. Так, а вот Бондик, по идее, плавненько отправляется в таверну. Таверну, да. Так, чувак, ну, то он что, включил там что ли уже? Он просто нереальный, реально. Ну, вы посмотрите, он дизморалит команду Hellraiser, но провал был... Дэдфокс. Провал был для Гоцент в другом месте. Опять же, непроверенная подсадка. И Дэдфокс, в принципе, здесь сделал всю работу для своей команды. Дальше все как по ниточкам. 11-9 и ответка обеспечена. Ответка обеспечена, друзья. Денег у шведов нет. Их можно еще разочек попытаться шваркнуть на деньги и заставить играть неполный закупочный. Ну, это если шведы вдруг... Зафорсит сейчас. Да, захотят рискнуть и сыграть в Абан. Хотя поводов для этого нет абсолютно. В Ашеров по деньгам все хорошо. Они в прошлом раунде выжили вчетвером. Точнее, втроем, в позапрошлом вчетвером. Так что тут нечего ломать шведам. Надо просто провести экономически и уже дальше пытаться... Ну, показывать нам свою сильную атаку. А то пока мы увидели только действительно хороший пистолетный, в котором Гоцент должны во всем благодарить Шнейдера. Он его взял в одиночку. Они как бы и оружейку неплохо отыграли. Ой, ой. Сколько фрагов. Сколько фрагов приходит сейчас к Ангелу. Дэдфокс, правда, все равно отдают. Ну, почти. Почти граната. Почти успешная. Почти трехочковая. Вот это плохо. Это знаешь, это как не Бузина Пьянова называется. И здесь Гоцент реально как пьяная просто. Вот стоят, отстреливаются, еще и убивают. Ему дря... О-хо-хо! Флюша! Прострелом забирает Карасева. Стика в спине. Вот этот... Кстати, Стика слышит всю эту перетяжку. И, по идее, это легкий минус для Словака. Привет, Флюша. Ты, конечно, красавчик, но сыграл ты... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А вот эта ситуация... Вот эта ситуация начинает напоминать мне реально карусель. Это боль. И Флюша имеет инициативу. Если его не услышит сейчас Стика, то... А тут где-то валяется девайс Бондика. Услышал, услышал. Должен был слышать. Подожди, а где девайс Бондика? Влад же падал в дропруме на входе. Стика не дает поставить Флюше бомбу. И все же... Ну, не растерялся, не растерялся. А вот его тиммейты подставили вообще на все что. Было стрёмно. Но тиммейты подставили его, конечно. Очень здорово. Понимаю абсолютно, где находится последний. Влезали не с уверенностью, чтобы убить, а такое ощущение, что они его как будто проверяли. Смотрели на него и удивлялись, что он там стоит. Хотя по нему информация была. В итоге Флюша умудрился неплохо наказать. 11-10. Всего лишь раунд преимущества остается. Ну и закупка достаточно близкая к тому, чтобы сейчас забежать на точку Б и закидать все огнем. Так, что там Флюша решил в одиночку показать, кто на апплоинте хозяин? Нет, больше фейкует. А шведы готовят свой выход на базу Б. У меня плохое предчувствие, через кого они его готовят. Да, вот Пронокс как открытие. На самом деле, разменная монета просто идеальна. Ну... Ой! А где размен? А где размен? А где размен? А вот и монета, а вот и размен. 34. Видишь, видишь, как используют капитана? В правильном направлении, думаю. Я тебе расскажу, как это называется тактика. Тактика дикого кабанчика. Ты запускаешь кабанчика в одиночку на базу Б. А за ним все охотятся. Он привлекает на себя все внимание, а тиммейты выходят и расправляются. Итак, кабанчик в исполнении Годсент работает. Шнейдер просто отец. Стик, что делает Стик? Дефус, дефус. Как дергает четко. Вот прошел бы на шифте, дефус. А, на длине нет человека. Он не слышал, что тот убежал. На размене будут разыгрывать в этой ситуации ребята из Годсент. Эпичная флешка. Одного забрал, знает о втором. Залетает граната. Немножко дезориентирует Стика. Но Стика ждет и играет! Вот это поворот! Вот это сыграл просто красавчик. Идеально разыгранный момент. Вот Соло. Это супер клатч. Годсенты после великолепного кабана на базе Б. Умудрились нафидить одному Стику. Знаешь почему? Потому что у них был план дикого кабанчика. У Хеллрейзерс был план Сурка. План Крота, который там где-то ползал в дымах. И вот он пришел в финальный момент, услышал одного, что тот убежал, забил на него и действовал. Ну знаешь, вот только что команда Годсент мне напомнила самих Ашеров. Точнее Ошеров. В лучшие их годы вот так раунды проигрывать, я не знаю. У вас идеальные позиции. Во-первых, один на длине, второй где-то по дропам. И вместо того, чтобы оставаться, потому что бомба стоит как раз-таки на длину, а не на дропрум и на коннектор. Вы уходите куда-то вот в непонятном направлении и сами заставляете себя играть в неудобной ситуации. Все, что произошло, это чуть-чуть везение для Стика в прошлом раунде. Ну и он просто осознал, насколько ему сильно повезло и реализовал, в принципе, задуманное. Итак, Дэдфокс очень-таки зря разменял, но выбора не было. Попытка прохода на точку А уже становится очевидной. Хилл Рейзерс принимает решение действовать. Ну, с выбиванием, конечно, у них здесь все будет плохо. Все позиции были просто выбиты практически без шансов. Ну и последний в живых. Зеро здесь, конечно, выглядит легкой добычей для своих компонентов. Ну, вот порадовались, конечно, за Стика, но в следующем же раунде он становится первой жертвой весьма безумных действий. Ну, там на самом деле Флюша и второго забрал без каких-либо шансов. Да, очень жестко, очень жестко. Тут, наверное, больше стоит отметить какие-то сверхуверенные действия в исполнении Шведа, чем, ну, как-то не так сыграл Стика. И вроде бы второй был Карасев, и вот как раз-таки Кирилл вообще выключил без каких-либо шансов. Итак, 11-12. Ашеры отпускают Гоцент вперед. И вот как раз-таки тактическая пауза обоснована тем, что у Ашеров абсолютно нет денег. И сейчас Джонте придется придумать какой-то план Капкан. Если у Гоцент была тактика Кабанщика, Ашерам надо вот, ну, что-то подобное придумать. И как-то, во-первых, восстановить экономику, потому что сейчас будет 4 игрока по полторы тысячи долларов. И это говорит о том, что 2 экономических будет у Ашеров. Так, раз, два. Нет, 3 игрока по полторы тысячи долларов, и у двоих для 300-2500. Но в следующем получат за поражение в раунде 1900. Ну да. Короче, денег будет катастрофически мало, и Ашеры сейчас просто на грани фола. Блин, конечно, не самая лучшая ситуация при таком счете. Ну, на самом-то деле, вчера, если вспомнить, как было, они тоже попадали в сложную ситуацию, брали тайм-аут, абсолютно адекватно обсуждали. И, что самое главное, тайм-ауты шли на пользу Ашерам. Вот как раз-таки те паузы, которые брали Ашеры, они их использовали в первую очередь качественно. Никто не говорит, что сейчас момент хуже. Конечно, ситуация неприятная, да, но для них они попали в абсолютно рабочий момент. Им нужно здесь просто обсудить, но... Форс. Вот форс, конечно, это сильное решение. А я тебе объясню, почему. Потому что в любом случае у тебя будет два эка. То есть или у тебя будет сверхплохой бай, проиграв который ты будешь все равно сливать, либо ты зафорсишь, рискнув, проведешь один экономический и закупишься все равно. То есть ситуация очень схожая. И вот когда есть вариант закупиться, Ашеры как раз-таки закупаются. Итак, попытка перевернуть все происходящее на карте Кобболстоун в одном из важнейших раундов. И Ашеры, ну, должны сделать сейчас все от себя завещать. Кирилл Карасев начинает хорошо, Флюшу с дегла забирает. Вот теперь капитану надо жить. Вот без ошибок бы на других позициях, но опять, по-моему, прорвали дропрум Пронекс в паре. Ну вот берет Пронекс с собой охранника в лице Шнейдера и что происходит. Кабанчик заходит, Шнейдер делает минус. Уже 4 в 3. И ситуация выглядит очень серьезной. Конечно, с долей удачи, но стика был прочитан. Ну вот то, что Маркуса на базе Б забрали. И посмотри, все, меняют вектор атаки ребята из Гоцент. Смещаются под базу Б, прекрасно понимая, что там больше нет никого. Ух, провальчик Ашеров. Какое хорошее начало. Вот дальше посыпались по позициям Ховрейзерс и раунд проиграли. Ну вот Бондик на Бондике не сыграл. Ну да, Бондик на Бондике не сыграл. К сожалению. А вот Кабанчик продолжил... А нет, это уже Шнейдер. Я думал, это наш любимчик. Пронекс. Где старина? Так, ну... Давай бы хотя бы засейвить и не дадут этого сделать шведы. JV находит здесь спину Ангела. Счет становится 13-11. Вчера все закончилось со счетом 16-13. Сегодня ситуация, возможно, как-то поменяется и в пользу Гоцент. Но не будем забывать, друзья, что Гоцент, опять же, команда, которая вчера уступила, сегодня она уже играет в другое немножко КС для себя. У них есть опыт противостояния. Причем уступила со счетом на двух картах 16-14. Да, и теперь не будет даже местами вот недооценки, которая, возможно, вчера присутствовала. Ведь вчера на максимуме мы увидели, что творил Бондик, что творил Стика и что творил Ангел. Вот недооценка этих персонажей во многом вчера, возможно, у Гоцент сыграла на результат. Но сегодня, сегодня здесь сверх максимума. И Шнейдер, и... Знаешь, мне кажется, все-таки это недооценка. Ведь команда Гоцент сейчас не топ-1 мира, чтобы недооценивать Ашеров. Не, ну, опять же, свою игру она абсолютно спокойно нашла. Ну, вот мне кажется, сейчас это абсолютно равные команды. Ну, сейчас, да. И здесь, наверное, даже больше заслуга Hellraiser, чем... То есть тут не то, что недооценка, а вот действительно Ашеров просто во вчерашнем дне были сильнее. И сильнее ровно на два раунда. Сегодня все может сложиться по-другому. Ну, знаешь, интересно было бы увидеть другую карту. А мы увидим. Впереди еще Мираж. Не, не, не... Да, я к тому... И если будет третья, то будет еще и карта Кэш. Вот Мираж и Hellraiser, это, конечно, еще тот момент, опять же. Здесь-то, конечно, понятно, вот, что все будет очень близко. Знаешь, за Мираж боюсь... Пронакс на Мираже камбэков давал, ну, невероятное количество за последние встречи. Ну, я видел, как проиграли Эпсионом вообще. Не, ну... Там вот ситуация 1-4, когда Барбар забрал раунд, у меня... Я подумал, все. Ты подумал, что все. Все, минус God's End. Но все равно они эту карту играют хорошо. И вот какие на ней Hellraiser, если честно, я не догадываюсь. Но они ее точно играют, практикуют часто. Ну, тут, кстати, наша аналитика, а именно Леша, наверное, больше знает. Что на Мираже у Кирилл и Компании. Но, по идее, там Габелла. Ну, или мне послышалось, или Габелла. Габелла. Я просто помню, я просто помню один из моментов тренировки, когда еще Смайк был в составе, и как он прибегал талантливо. Как он прибегал талантливо в коннектор к Ангелу, и они там вдвоем танцевали. Ну, вот знаешь, вот опять-таки же, времена со Смайком. Ну, Серега, конечно, красавчик. Он молодец, он молодой, подрастающий игрок, но ему еще надо работать, работать, работать в первую очередь над собой. Ну, для такой команды, как Ашер, он пока еще не готов. А вот Дэдфокс, действительно, я бы не сказал, что он какой-то фантастический, он просто принимает правильные решения. А это гораздо важнее, чем какая-то космическая стрельба. Ну, по идее, да, согласен. Живи! Не повезло. Не повезло здесь Жасперу. Тем не менее, какие будут сейчас действия Хелл Рейзерс на присутствии этого АВика? Вот, они могут подумать, что он один, они могут подумать, что там два человека, но ожидают ли они сейчас сплитбэк, как финальный аккорд этой атаки? Так, Стика ходит по острию ножа. Ну, на самом деле, позиция, конечно, специфическая, играть нужно аккуратно, но вот после дыма гранаты получать, это точно неприятный момент. Так, опять-таки же, начало хорошее, Кирилл Карасев, Люшу забирает, на этот раз не с Дегла, а с Кольта. Непонимание приходит в раунде к Хелл Рейзерсу, они уже догадываются, что здесь будет выход Б, в дропе два тракающих маневра. Страшно, когда Бондик на Бондике, это очень страшно. Страшно, когда Шнейдер выходит. Знаешь, когда Блад играет без инициативы, очень плохо Ашер справляются. Потушил Шнейдера, правда, с большими проблемами, но справился с ситуацией более чем на максимум. Там трехочковая, нет, не сегодня, но ты посмотри, что творит Лекра. Ну, 20% остается у Лекра, Кирилл Карасев и Дед Фокс вдвоем против красного шведа, и швед идет ва-банк. Ну, пытается, да, зафейковать с бомбой, в итоге она не ставится, но, по-моему, по деньгам там все равно должно быть более-менее... Да там вообще все здорово по деньгам, и на дроп будет... Только у капитана дыры, полторы тысячи долларов, кстати, непонятно каким образом, наверное, использовали как донора. Знаешь, вот Пронакс, дай Дигл, Пронакс, дай, пожалуйста, АВП. Все равно, Пронакс, пойдешь к кабанчикам? Пойду. Ну, я думаю, что после вчерашнего дня у него просто здесь нет шансов перед командой, потому что зона ответственности нарушена. Здесь он уже просто слушаюсь и повинуюсь. Пацаны, чем помочь? Надо сделать так, чувак, надо сгореть в огне. А все правильно, на самом деле, когда у тебя есть в команде вот на данный момент такой человек, как Шнейдер, который, ну, делает колоссальную работу в качестве фрагов, то тебе надо, ну, просто помогать ему во всем и быть для него стопроцентным саппортом. Ух, что ж. Ну, загоняют себя потихоньку, госэнд, возможно, в ловушку, а, возможно, это... Ой-ой-ой, Маркус! И вот они, прелести позиции, на которую раньше было очень сложно, на которую вообще было сложно выйти. Но, несмотря на лестницу, которая со временем появилась на этой точке, она дала и защите много шансов. Кстати, заметьте, кого вы выпускали первого. Ну, вот посмотри, где находится сейчас Шнейдер, он просто прокрал... Блестяще просто проверили. Слава богу, что чекнули, и осторожность действия Хилл Рейзер здесь должна играть им только на руку. Отличный заход в спину, и это, по-моему, Бонги! Да, это было стопроцентное проникновение от Влада в спину. Итак, 14-13. Нет денег у команды Гоцэнд. Точнее, есть, но не столько, сколько бы шведам хотелось. Кстати, вот заметь, опять-таки же, есть у всех, кроме Пронокса. Реально донор. Донор. Так, Пронокс, 1909 на 20. 9 на 20 идет Пронокс. У игроков команды Хилл Рейзер нет такого игрока. Погоди, погоди. У Шаров все ровненько, там играет команда. А здесь играет... А здесь есть донор. А здесь играет... Ну, играет здесь, конечно же, Шнейдер, 31 на 18. Здесь есть... И он полностью... Вот смотри, если сплюсовать фраги Шнейдера и Пронокса, то получится у всех по 20. А если еще вычесть... То есть Шнейдер закрывает Пронокс. А если еще вычесть экономику всю, как бы, на что Пронокс тратил деньги и польза какая была от нее, да, то Пронокс будет с нулем. Потому что он отдает все ради победы команды. Да, на самом деле, вот, друзья, как бы смешно это ни звучало, но на самом деле Пронокс, вот у него такая роль. Вот его направляют идти куда-то, и чтобы его разменивали тиммейты. Да, у Пронокса не всегда залетают. Короче, все, каждый талантлив в своем, там, амплуа, и все. И оставим эту тему, но Пронокс, хотя нет. Слушай, Пронокс идет сейчас на мемы. Оу! Потушифилис просто сейчас произошел на центре карты, не дали пробежать. Потушифилис! Не дали, ну, капец. Вот водой просто полил парней. И посмотри, у Красева 82% здоровья. Три минуса от капитана команды Хеврейзерс, Пронокс и Шнейдер. Как раз-таки парочка, Донор и Супергерой должны спасать этот раунд для команды Готсен. Ну, можно сказать, капитан и его охранник. Капитан и его охранник остаются в раунде, потому что Пронокс сегодня убивал только, когда с ним выходило два или один тиммейт. Серьезно, капитан и охранник, друзья, остаются вместе. И они идут на очень рисковый шаг. Так, они играют фейк-раунд. Только непонятно, где будет фейк. Вдвоем фейк. Блестящее решение просто. Ну, походу, на этот раз фейкует Шнейдер. Пронокс будет закрывать раунд. Я уверен, что Пронокс в стрельбе будет фейковать при закрытии этого раунда. Что ж, время начинает поджимать 38 секунд уже до конца раунда. И Шнейдер готов раскрыть весь свой потенциал в стрельбе. Пулька, пулька, голова, пулька, голова знает о дропруме. Где же, где же выпад с длины Hellraiser? А почему Ашеры сорвались и в пятером на одного Шнейдера ворвались? И Пронокс, ты был прав, Пронокс будет делать ветер в этом раунде. Фейк, но донора надолго не хватает. Кирилл Карасев сносит голову своему визави. 14-14, а Ашеры на коне. Какой фейк от шведов. А на что они рассчитывали, играя такую ситуацию? То, что Шнейдер там сейчас вскроет все позиции. Короче, ты идешь и берешь раунд на Б, а я здесь бокс. Он говорит, Денни, фас. Денни идет разбираться, Ашеры сорвались на дикого пса команды Гоцент. А вот Пронокс медлил. Иди, говорит, разберись. Серьезно. Серьезно подошли, конечно, здесь к этому раунду Гоцент. На самом деле это не смешно. Просто жаль уже становится вот в такие моменты видеть, как Гоцент не меняют свою игру. Серьезно. Мы это все видели. Мы это все уже видели, когда эти игроки выступали в Фнатик. Там тогда пропирало в таких раундах. Теперь к ним готовы. Их дистанция, как профессиональных игроков, уже большая. И опыт игры есть. Поэтому мы и видим вот то, что видим. Ну, стрельба Шнейдера, конечно, да, завораживающая сегодня, что и вчера. Но слишком много ответственности ложится на плечи одного шведского стрелка в кепке. И в перчатке, который еще любит играть. Кстати, ты заметил, кого не хватает в этом раунде? Капитана. Так, а вот Зера на бондике, это интересно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зера на бондике. Шнейдер забирает. Уже 3 в 4. Есть большинство для команды Хеврейзер. Слушай, ты же понимаешь, что если минус деньги, то это ГГ для шведской команды. Если он только с пистолетом не пропрутся, но... Какие минус деньги? Денег нет. А вот, кстати, ошибка от Дэдфокса может многого стоить. Ну, он осознает, как бы, преимущество своей позиции и вообще осознает ситуацию, играет максимально сдержанно. Вот. Это вот как раз-таки те моменты, за которые ценят Дэдфокса. Он не старается перестрелять соперника. Хотя вот, вот, погорячился Зера в этой ситуации. В итоге 2 в 2 красный Дэдфокс. Ну, надо найти хоть одного, но до этого не доходит. В итоге последним в живых остается стик, и у него в руках ФАМАС. Не самое лучшее оружие, но, в принципе, амбиции этого игрока сегодня уже были раскрыты. Давай смотреть, что будет сейчас. Ситуация 1 на 1. Не совсем равный момент. Опасная перестрелка. Ну, попадает. Маркус творит чудеса на карте Кубовстон. В очередной раз вырывает квач из рук команды Гоцэн. Правда, вот, все равно для Хеллрейзерс новости есть хреновые, потому что они дали-таки поставить бомбу. Это значит, что будет закупка. А закупка – это борьба. Возможные 15-15. Возможные 15-15 нас ожидают уже в следующем раунде. Возможно, это будет первый овертайм в гранд-финале. На первой карте. Ну, и будем надеяться, что она не станет решающей. Итак. Ну, решающей в плане морали, потому что реально две близкие к друг другу команды. И хотелось бы увидеть три карты, если честно. Давно красиво КС не смотрели. Да, 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 да. Стика просто царек. Вот действительно два квача, благодаря которым Ашеры, ну, уже впереди. Имеют всего-то навсего один маппоинт, но очень важный маппоинт. Итак, есть первый минус. Стика забирает Тронекса. Тактика Кабанчика не работает. Лекра и Флюша вдвоем против пятерых. И этот раунд спасти Гатсентам будет невероятно сложно. Ну, подожди. В прошлом раунде были близкие. Сейчас продолжается борьба. Несмотря на то, что два в четыре по стрельбе может зайти. Посмотри, тут все горят. Но как раскидали здесь. И в итоге 16-14. В 16-14, уважаемые зрители, заканчивается первая карта. Первая карта гранд-финала европейского минор-чемпионата. И мы поздравляем Hellraiders. Они на шаг ближе к чемпионству на этом ивенте. Ну, забрали свою на этот раз как первую. Вторая будет выбор Готсент. Карта Мираж. Опять-таки же, во вчерашнем пуле этой карты не было. И сегодня будет очень даже интересно посмотреть, как Ашеры будут работать на Мираже. Да. Ну, опять же, с Миражом, если верить аналитикам, не все супер хорошо. Но у нас там уже просто Петрик за стеклом входа в студию. Знаете, как в Титанике кадр был такой. Только Петрик вот так. Оп. И потек. Ладно, друзья. Уходим на рекламную паузу. Возвращаемся с аналитиками. И действительно обсуждаем все, что происходило на карте Коблстоун. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова